Итак, уважаемые слушатели, добрый вечер. Мы начинаем наше занятие. Сегодня у нас семинар, традиционная встреча. Напомню, что семинары у нас в центре проводятся регулярно, и это с одной стороны форма поддержки нашим выпускникам. Мы стараемся на семинарах рассказывать какие-то новинки, изменения, обновления о том, что происходит в тех областях, которые интересуют наших выпускников, и одновременно даем возможность тем, кто собирается прийти к нам на курсы, познакомиться с нашими направлениями, с преподавателями и так далее. Сегодня наш семинар посвящен теме расширенной возможности по размещению рекламы через кабинет Яндекс.Директ. И причина этого семинара, почему мы именно его решили запустить, заключается в том, что в рамках нашего центра есть несколько курсов по Яндекс.Директу, уже сейчас целых три, но в последний буквально год Яндекс.Директ особенно активно развивает свое направление по разным видам рекламы, и сейчас появилась, ну, скажем так, с моей точки зрения, необходимость поговорить о новых возможностях, которые предлагает современный кабинет Директа, и, возможно, те слушатели, которые когда-то проходили у нас Директ, конечно, в рамках наших занятий об этом не слышали, поскольку это новинки, нововведения. И сейчас я буду скорее ставить цель себе рассказать об этих основных изменениях, и плюс дополнительно сориентировать, что ли, вас на то, что еще нужно делать в Директе, помимо стандартных размещений в поиске и в РСЯ, а также, собственно говоря, мой, будем так говорить, спич, он больше нужен для того, чтобы инициировать какую-то дискуссию, то есть мы выделим какое-то время в конце занятия, традиционно на вопросы и ответы, вы сможете позадавать их, я, соответственно, постараюсь на них отвечать, нужно обсуждать в чате что-то, то есть welcome, приглашаем всех к диалогу. Напоминаю, меня зовут Яков Михайлович Васин, на экране есть информация обо мне, ссылочка, и я веду в рамках нашего центра курсы по Яндекс.Директу, и не только по нему, по Google Ads, по Яндекс.Метрике, по Google Аналитике, по SEO, по другим направлениям интернет-маркетинга, и, соответственно, сегодня вот я буду выступающим спикером. Итак, я бы хотел начать с чего? Вопросы, если они будут появляться у аудитории, просьбу задавать в чате, кто у нас на вебинаре, кто у нас в аудитории, могут, соответственно, себе их тоже накапливать и задавать во время, когда у нас начнется обсуждение. Я буду обязательно просматривать все списки вопросов и позже в выделенное время постараюсь на них ответить. Время для нашего семинара заявлено 45 минут, это довольно немного, поэтому я постараюсь уложиться. Хотя в действительности, на самом деле, если действительно делать обзор, даже я не говорю про освоение инструментария, а просто даже обзор, то вообще-то, на самом деле, сейчас в Директе нужно выделять не меньше, чем 3-4 часа для того, чтобы просто рассмотреть какие-то нововведения. Итак, начну с того, что все уже видели переход Яндекс.Директа на новый интерфейс. Сам по себе новый интерфейс не так уж и много чего нам предложил. Особо интересно, вплоть до того, что большинство рекламодателей, кто ведут свои рекламные кампании активно и давно, они в большинстве своем продолжают пользоваться старым интерфейсом. Однако есть определенные приятности, которые предлагает нам этот новый интерфейс. Они касаются в большей степени некого удобства работать с ним. Тем не менее, я бы хотел остановиться на таких вещах, как рекомендации, конечно же, которые появились совсем уже недавно, сейчас пока в моем интерфейсе, поскольку у меня учебные рекомендации нет. Тем не менее, эта опция сейчас активно рекламируется Директом. Используйте ее тогда, когда у вас накопится достаточное количество данных. Также хотелось бы сказать о возможностях, которые дополнительно еще предлагает нам сейчас Директ, и поэтому я не буду останавливаться на интерфейсе. Он достаточно понятный, хотя и не полнофункциональный. Сейчас в настоящий момент даже наблюдается такая ситуация, что Яндекс внедряет очень часто нововведения, новые фишки в старом интерфейсе, только потом их по-прежнему переносят в новый интерфейс. То есть можно сказать, что новый интерфейс по-прежнему еще находится в стадии переработки. Я же хотел в большей степени коснуться новых возможностей, которые у нас появились в списке «Создать кампании». Если кто-то у нас был на курсах, то они знают, что мы рассматриваем в основном инструментарий, самый популярный – это инструментарий текстово-графических объявлений и инструментарий рекламы в РСЯ, затрагивая некоторые другие вещи, но тем не менее делая ставки на них. Вместе с этим я бы хотел вернуться к самому хелпу Яндекса и чуть-чуть сказать о том, что в действительности, если мы используем рекламу текстово-медийную и рекламу в поиске, то мы не охватываем в полной степени всего спектра аудитории и всего спектра, скажем так, готовности пользователей к конверсии, какие в реальности предлагают нам маркетинговые инструменты. Сам Яндекс предлагает нам вот такую сегментацию. Это имиджевая реклама, естественно, она призвана узнаваемость бренда увеличить. В основном с помощью медийных форматов это достигается, то есть используется для этих целей в основном баннерные и другие типы рекламных месседжей. Эта возможность ранее была полностью убрана из Директа. Она находилась в отдельных сервисах Яндекса, Яндекс.Баян и Яндекс.Дисплей и некоторых других еще даже. Сейчас это все интегрировано в Директ, что очень удобно, конечно же. Мы эти нововведения давно наблюдаем и им радуемся. И поэтому я хочу сейчас немножко коснуться этой темы в большей степени, потому что второй сегмент маркетинговый – это перформанс реклама. В отличие от дисплея рекламы, в большей степени, конечно, ориентирован уже на продажи, то есть на конвертирование готового созревшего клиента практически уже в покупателя. Здесь используются как раз-таки стандартные, понятные, нам очень хорошо известные инструменты – это текстовые объявления в поиске, такие же объявления, но только текстово-графические в РСЯ, ну и, опять же, некоторые другие. Отдельно надо сказать про ретаргетинговые форматы. И вот к ним я тоже сейчас постараюсь чуть больше возвращаться, потому что реализуются они с помощью, опять же, новых сервисов. Ну, как новых? Относительно новых. Просто сейчас, которые набрали очень-очень серьезный функционал. Это Яндекс.Аудитории, в частности, и некоторые другие, опять же. Вернусь назад в интерфейс и немножко пройдусь по основным инструментам, которые теперь есть у нас в системе. Текстово-графические объявления, на них я останавливаться не буду, это самый универсальный формат объявлений. Если речь идет о поиске, то там никаких текстово-графических объявлений нет, там есть только текстовые объявления. Если мы говорим про RSE, точнее, про сети, опять же, здесь важный момент, часто очень упускаемый из виду, то, что в Яндексе есть понятие сети, есть понятие RSE, есть понятие внешней сети. И между ними есть большая разница, путать их не нужно. В данном случае мы должны говорить о том, что размещение может происходить в сетях. То есть не только в RSE, но и во внешних сетях, с которыми сотрудничает Яндекс. Этот формат хорошо всем известен, с ним активно все работают. Перейду сразу к медийной компании, которая как раз-таки реализует вот эту самую интересную функцию увеличения узнаваемости бренда, повышения интереса к продукту, формирование стойкого интереса к вашему товару или услуге. Сейчас это можно делать прямо из Директа. Имиджевая реклама с оплатой за показы, что еще также интересно. Традиционно для медийной рекламы характерен формат CPM. Cosper Mile, Cosper Millennium, Cosper Mili и так далее. То есть оплата за тысячу показов. Чего ранее не было в Директе, сейчас мы можем использовать этот формат напрямую из интерфейса Директа. Медийная компания может, соответственно, размещаться в тех местах, где могут размещаться медийные форматы. Медийные форматы через Директ сейчас могут размещаться в сетях. Соответственно, медийная компания предлагает нам создание целого набора баннеров с основными типоразмерами. Причем, что увлекательно и интересно, то, что все это можно делать непосредственно изнутри интерфейса самого Директа. То есть можно создать все стандартные типовые форматы баннеров на основе своих шаблонов и, соответственно, не нагружая своего дизайнера, сразу же приступить к их размещению. Видеоформаты здесь также можно формировать через конструктор. Очень интересный новый инструмент называется цифровая наружная реклама. Сейчас Яндекс активно сотрудничает с рекламными системами, которые обладают носителями в офлайне, и через них размещаются, соответственно, рекламные объявления рекламодателей. Тоже довольно новый и интересный инструмент, который позволяет охватить аудиторию не только в интернете, но и в офлайне. Медийные компании, еще раз напоминаю, реализуют функцию, соответственно, привлечения, увеличения узнаваемости, информирования о ваших продуктах и услугах. И это начало воронки. То есть фактически вы работаете с аудиторией, которая еще пока находится на этапе только заинтересованности или просто еще даже неосведомленности. И таким образом, благодаря медийным компаниям, вы можете серьезно-серьезно расширить свою аудиторию. Самый важный и интересный элемент в медийных компаниях заключается в том, что вы можете, размещая медийные рекламные объявления, собрать информацию по своей аудитории. То есть медийные форматы работают в большей степени не как конверсионные, то есть мы не очень сильно ожидаем от медийных форматов кликов, то есть перекодов к нам на сайт и каких-то конечных конверсий, потому что задача здесь больше другая – проинформировать, создать узнаваемость, запоминаемость бренда и так далее. Но в медийных объявлениях, которые предлагает сейчас Директ, можно использовать Яндекс.Пиксель, например. Можно использовать просто инструмент Яндекс.Метрики для того, чтобы помечать всю аудиторию, которая посмотрела ваши медийные рекламные объявления, и затем в дальнейшем уже на эту аудиторию создавать ремаркетинговые объявления в поиске или, опять же, в сетях. Реклама мобильных приложений довольно понятный формат, и его задача главная – привлечь внимание аудитории к вашему мобильному приложению, которое доступно через, соответственно, маркет iOS или Android, и увеличить количество установок вашего мобильного приложения. Сейчас количество мобильных приложений активно растет. Рекламодатели предпочитают очень часто вместо того, чтобы делать мобильную версию сайта, сделать мобильное приложение. В некоторых нишах и сегментах это вообще главный и основной инструмент. Во многих пока тестируют этот формат. Тем не менее, со временем количество мобильных приложений будет явно расти, и рекламодатели будут часто прибегать к замене мобильной версии сайта мобильным приложениям. Это позволяет получить целый ряд дополнительных преимуществ. И Директ уже сейчас готов предложить нам возможности по увеличению установок этих приложений. Особо, скажем так, рекламируемый формат Smart Banner появился совсем не давно, ну, меньше года. И по отзывам самого, скажем так, Директа показывает очень высокую эффективность для рекламодателей, у которых большие довольно товарные массивы, большие товарные каталоги, и которым необходимо под эти товарные каталоги создавать, соответственно, рекламу. При этом надо обратить внимание на слово баннеры, то есть это означает, что это как раз-таки медийный формат, точнее он текстово-графический формат. Я специально открыл пример, как это может выглядеть в интернете, для того, чтобы было явно понятно, что это такое. То есть это одновременно сочетание динамики, соответственно, изображений, плюс определенного цвета, и отлично он подходит, конечно, для рекламы товаров каких-то. При этом в различных местах размещения, то есть на сетях, объявление может автоматически превращаться в стандартный баннер, типа того, что на экране, на поиске он может превращаться в текстово-графический формат. Значит, для кого этот вообще формат размещения, кому он может быть интересен? Это интернет-магазины, это какие-то ресурсы с большим каталогом в основном товаров, задача которых, с одной стороны, визуализировать свой товар, с другой стороны, продать его, то есть предложить сразу же какое-то ценовое, сделать предложение и привлечь клиентов и покупателей. Работает этот формат исключительно через так называемые фиды. На самом деле, точнее говоря, фид можно использовать от сервисов, например, от того же Яндекс.Маркета. Можно еще получить также вот еще новый формат, недавно появился в поиске, многие, наверное, его уже увидели, когда человек в поиске набирает какой-то запрос, например, к сайверу смартфон, он может увидеть вот такой вот интересный блок. То есть здесь мы видим Яндекс.Маркет, который мы уже привыкли видеть здесь, а одновременно здесь же могут оказаться и смарт-баннеры, которые размещены были не из маркета, а исключительно из директа. Собственно, главное, что нужно сделать, это список товаров, фид, и, естественно, настроить визуальное оформление вашего баннера. При этом сами фиды должны, естественно, актуализироваться, то есть в фиде должна содержаться информация о товаре, его описание, название, цена и многое другое, но плюс еще вы должны его всегда актуализировать, желательно несколько раз в день, и автоматически директ будет забирать ваш фид, и все обновления из этого фида будут применены к вашим рекламным объявлениям, и при этом рекламное объявление создается автоматически, что очень удобно, когда у вас в фиде, там, не знаю, тысяча, две, пять тысяч товаров. Вручную создать такие рекламные кампании невозможно. В данном случае директ на себя берет все проблемы, все задачи, всю трудоемкую работу, и невозможно это не оценить. Очень интересный формат из той же категории. Я имею в виду из начальной воронки, то есть из имиджевой рекламы, создающей, собственно, формирующей ваш рынок, это баннер на поиски. Заметный брендированный баннер справа от результатов поиска. Его можно легко найти сейчас по большому количеству запросов. Я не открыл его сейчас в хелпе, но я думаю, все видели, если в поиске что-то набираешь, справа по многим запросам появился такой довольно большой, он один, что очень важно, и заметный баннер. Ранее это можно было сделать только через сервис Bayaan или через некоторые другие методы. Сейчас это можно делать любому рекламодателю прямо изнутри директа. Достаточно, собственно говоря, создать рекламную кампанию баннер на поиске. При этом показывается она также по модели CPM. Он, во всяком случае, может показываться по этой модели. И несомненно, что заметность вашего баннера в этом случае будет максимальной. То есть он получает эксклюзивное место в правом блоке, выглядит очень заметно и ярко. И, наверное, это вообще самый мощный инструмент, за исключением, может быть, брендирования самой главной страницы Яндекса, что доступно, конечно, далеко не всем. Баннер на поиске, несмотря на то, что это довольно дорогое удовольствие, он может показываться, тем не менее, с таргетингом на определенную аудиторию. То есть он позволяет охватить не всю аудиторию Яндекса, а только выбранную, что очень важно. И при этом, соответственно, можно снизить довольно заметно бюджеты. Далее. Динамические объявления. Тоже, так же, как и смарт-баннеры, появились примерно в одно время и также активно рекламируются сейчас. Динамические объявления. Само слово означает то, что они формируются, во-первых, динамически, то есть они формируются автоматически самим директом. Они не требуют, соответственно, от работы. При этом динамические объявления, в отличие от тех же смарт-баннеров, представляют из себя текстовые графические объявления. То есть это те же самые знакомые уже текстовые объявления в основном, но только точечно под каждый ваш товар. И создается они на основе, опять же, либо фида, либо интересов пользователя. То есть они динамически формируются под каждого посетителя поиска или сетей на основе того, какие просматривал этот пользователь страницы или товары у вас на сайте, либо какие он демонстрирует интересы по своей истории запросов и так далее, по истории посещений. Исходя из этого, под каждого пользователя система автоматически будет подбирать тот контент с вашего сайта или из вашего фида, который будет наиболее интересен этому пользователю. Задача динамических объявлений – это прямые продажи. Если смарт-баннеры все-таки имеют характер больше баннеровости, то есть это в некотором роде все-таки изображение, то динамические объявления – это в чистом виде перформанс-маркетинг, то есть это прямые продажи ваших товаров и услуг. Опять же, если у вас интернет-магазин, несколько тысяч или десятков даже тысяч товарных позиций, вручную под такую махину создать объявление невозможно. Динамические объявления позволяют реализовать эту функцию. Сам директ обходит ваш сайт, находит все товарные карточки товаров, берет с них определенный контент, вы помогаете в некотором роде при создании компании директу правильно сформировать объявление, задавая там какие-то шаблоны, и на выходе вы получаете всегда кастомизированный под пользователя рекламный месседж. Очень интересно, очень мощно для прямых продаж. Ну и, собственно, медийная кампания на главной. Это еще пока формат бета-режима, как вы видите, сам директ пока еще его тестирует. И это как раз то, о чем я говорил, в отличие от баннера на поиске. Это, наверное, самый, конечно, мощный охват, который позволит показать свои месседжи рекламные аудитории, которые просто приходят на главную страницу Яндекса. Это премиальный баннер на главной странице. Сейчас, наверное, многие уже его видели. Он помещается сразу под строкой поиска, который ежедневно посещает миллионы пользователей. То есть это огромный охват. Наверное, интересен не всем, но действительно предлагает очень-очень широкий охват. Формат бета говорит о том, что, повторяюсь, пока еще он еще не до конца функционален. Но, тем не менее, можно уже его пробовать или как минимум планировать работу с ним. Вот такой вот сейчас набор инструментов предлагается директам. Это то, о чем я хотел бы рассказать в первую очередь. И, соответственно, возвращаясь к тому, с чего начал, я бы хотел всем рекламодателям посоветовать подумать вот об этой самой воронке. Не всегда концентрируясь исключительно на перформанс рекламе, часто нужно работать еще и с имиджевыми форматами. Не забывайте о том, что директ теперь предлагает эти возможности напрямую. То есть не надо идти куда-то в какие-то сторонние сервисы. И еще, повторюсь, у нас есть функция стимулирования повторных покупок, то есть то, что мы называем ремаркетингом. И одновременно медийная реклама могут работать на создание аудитории. Вот здесь бы я хотел как раз еще дополнительно немножко занять ваше время, показав нам возможности по созданию аудитории. Я сейчас на примере какого-нибудь небольшого сайта проиллюстрирую то, что я хочу сказать. Если вы используете Яндекс.Метрику, я это говорю постоянно, я думаю, не я один, все об этом говорят регулярно, что если вы используете Яндекс.Директ, а у вас нет Яндекс.Метрики, то это деньги на ветер. Собственно говоря, без метрики эффективного размещения не получится, и действительно это так. Я бы хотел показать примеры того, что также еще появилось в Директе, какие возможности. В первую очередь мы можем на основе инструментов Метрики создавать сегменты. То есть если вы установили на вашем сайте счетчик Метрики, и вы создаете, например, медийные компании, те же смарт-баннеры, или, допустим, медийные компании, не дай бог, на главной или баннер на пуске, это может привлекать к вам аудиторию, но не приводящую сразу к конверсиям, но благодаря счетчику Метрики вы можете помечать эту аудиторию, а в дальнейшем собирать эту аудиторию с помощью сегментов. То есть вы можете, например, взять сегмент, допустим, для того же Директа, предположим, рекламная система, например, ну вот у меня сейчас нет их здесь, но выбрать нужную вам рекламную систему, допустим, Яндекс.Директ, создать сегмент пользователей, которые приходили к вам, допустим, с источников. Это может быть рекламный, не только рекламная система, но и Яндекс.Дисплей. Допустим, это может быть пиксель Яндекс.Дисплея, из которого вы собираете аудиторию, то есть создаете ее в Метрики. В дальнейшем по этой аудитории вы можете уже вести ремаркетинговые рекламные кампании, создавать показы уже перформанс-форматов, то есть текстово-графические, те же динамические, допустим, объявления именно на эту аудиторию, с предложением либо эксклюзивным каким-то, допустим, с дисконтом, с акцией, с какой-то и так далее. Эти люди уже были у вас на сайте или видели вашу рекламу, они взаимодействовали, они уже знают вас, они уже с большой долей вероятности провалились в этой воронке дальше, на следующий этап, где вы их можете как раз уже охватить контекстной рекламой. В обычных даже текстово-графических объявлениях хочу показать на вот этот инструмент, который есть в корректировках ставок, это царевая аудитория. То есть вот отсюда мы можем взять, выбрать любую царевую аудиторию, которая у нас настроена в Метрике опять же, и для них создать соответствующие корректировки. То есть таким образом создавая рекламные кампании, которые таргетированы полностью или частично на ту или иную аудиторию. Сервис, который также хотелось бы не забыть обязательно, это Яндекс.Аудитории. Непосредственно вот я показал, как можно туда попасть из настройки корректировок, как вариант. В действительности можно зайти из других рекламных кампаний, директу туда, список условий ретаргетинга и аудитории, где мы можем в любой момент создать нужную нам новую аудиторию, новые условия какое-то, которая может включать в себя либо цель метрики, которую мы настроили в Метрике. У нас есть возможность настраивать цели, как некие формальные параметры, по которым пользователи приходят, совершают конверсию у нас на сайте. Либо мы можем использовать сегменты Метрики. Опять же, только что я показал, во всяком случае пытался показать, как мы можем создавать новые сегменты на основе данных, которые накоплены уже в Метрике, например, по посетителям, пришедшим к нам с каких-то, например, медийных форматов наших рекламных кампаний, допустим. И мы можем здесь же, например, использовать сегменты аудитории. Что еще более, наверное, интересно, это еще один сервис, который называется audience.yandex.ru. Здесь можно создавать сегменты из данных CRM. Можно, опять же, создавать сегмент из данных Метрики. Интересно то, что здесь можно создавать сегмент по локации. И это то, чего не предлагает нам стандартный директ. Все, наверное, знают о том, что в директе нет возможности таргетироваться на конкретную зону, область напрямую. То есть я имею в виду, допустим, выбрать радиус какой-то или построить какой-то гексагон или что-то еще более сложное для того, чтобы ограничить, допустим, Москву не всю, взять, а, например, половину Москвы или только захватить, допустим, северный округ. И это не только Москвы касается. Здесь можно создавать сегменты пользователей из нужного вам гео-сегмента. Пиксели Яндекс.Аудитории, которые также можно внедрять в медийные форматы объявлений и на основе их собирать, соответственно, данные по аудитории, которые не приходили даже к вам на сайт, но просматривали или взаимодействовали с вашими медийными форматами объявлений. Исходя из чего, вы в дальнейшем можете, соответственно, уже применяя эти аудитории в ваших условиях ретаргетинга, создавать отдельно кампании именно на эти аудитории, что, собственно говоря, сейчас, наверное, является самым правильным. Для начала создавать, использовать какие-то медийные форматы, то есть я имею в виду, допустим, медийные кампании, либо это баннеры на поиске, формируя из них аудиторию с помощью сервисов типа Яндекса аудитории, из них создавать условия ретаргетинга на основе, соответственно, этой аудитории и в дальнейшем уже создавать рекламные кампании текстово-графического формата на поиски, на RSI, на сетях или, опять же, динамические объявления для товарных каталогов и показывать уже тем пользователям, которые знакомы с вашим предложением, с вашим продуктом, услугой, брендом, магазином, и так далее, ваши уже перформанс-предложения. Это наиболее надежное, наиболее понятное сейчас стратегия и директ, чем он нас радует, тем, что он предлагает сейчас полный цикл, который можно реализовать прямо изнутри директа, ну, практически изнутри, почти не уходя ни в какие сторонние сервисы, сделать все исключительно прямо внутри него. Это то, что я хотел сейчас рассказать, вот теперь это все. Понимая, что это довольно беглый такой обзор, я постарался показать его в некой структуре, чтобы немножко, допустим, для кого-то, может быть, понимание того, как выстроить всю стратегию создания рекламной кампании в директе, чтобы это понимание пришло. Вы видите, что это довольно непростая задача, то есть это довольно много все-таки инструментов задействованы, это метрика, это Яндекс.Аудитории, это Яндекс.Создание ремаркетинговых сегментов аудиторий, опять же, это разные типы рекламных кампаний, получается довольно большая, сложная структура, но от этого она не становится медиаинтересной, и при этом она становится значительно более эффективной. В настоящий момент конкуренция в директе бешеная, ставки очень и очень сильно растут и выигрывают в этой конкуренции только те рекламодатели, которые могут реализовать вот эту всю стратегию в полном объеме, получая таким образом эффективно клиентов на выгодных для них условиях. Сейчас я наблюдаю, что очень многие заказчики, например, которые приходят ко мне или у коллег, они вынуждены отказываться от размещения во многих рекламных системах, включая директ в первую очередь, просто потому, что для них цена привлечения клиента, например, становится значительно выше, чем маржинальность, то есть масса таких примеров. Это как раз происходит, как правило, потому, что не выстроена вот эта полная стратегия, точнее ее выстраивание, позволит часто очень получить все-таки нужную целевую аудиторию из директа и оказаться в рамках маржинальности. Вопросы у нас есть довольно много, сейчас я попробую их вывести и пообсуждать. Спрашивают, каков средний бюджет рекламной компании для раскрутки одного бренда, например, пищевой сегмент, пирожок с сыром. Территория – не большой город. Очевидно, что использовать для этих целей лучше, конечно, инструменты-планировщики. Например, в директе он не обновился, он по-прежнему даже в новом интерфейсе остается тем же самым. Называется он прогноз бюджета, всем он давно уже очень хорошо известен. К сожалению, он планирует только рекламные перформанс-активности, то есть размещение в поиске, то есть он не предлагает прогнозирование по медийным форматам, к сожалению. Для медийных форматов значительно сложнее оценивать какой-то выхлоп с точки зрения прямых продаж, поскольку я уже говорил, что медийный формат в первую очередь ориентирован на формирование, узнаваемости, и главным KPI там является охват, то есть количество показов. Затраты на медийные форматы напрямую на продажах сразу увидеть не так-то легко, не всегда они сразу коррелируют, и поэтому сложить полный итоговый бюджет, к сожалению, как правило, приходится на основе большего опыта, нежели чем на основе каких-то инструментов-планировщиков. Кроме того, всем, наверное, хорошо известно, что оценка бюджета, который сейчас открыт у меня сервис, тоже, о чем, собственно, сам Яндекс сообщает, что он тоже не в наце, он не очень точно позволяет оценить результаты, то есть он лишь прогнозирует данные, но реальность может очень сильно отличаться. Поэтому ответить на вопрос, каков средний бюджет, здесь, наверное, будет не так-то просто, хотя, тем не менее, если вы воспользуетесь планировщиком от Яндекса, вы все-таки сможете оценить, как минимум, ваш перформанс-сегмент, посмотреть на то, по каким запросам вы собираетесь показывать, в каком регионе. Регион здесь можно задать, здесь можно задать, что очень удобно, периоды, включая какие-то конкретные месяцы, допустим, если бы я хотел планировать свою активность на ближайший июнь, то я бы мог бы выбрать ее здесь. И от этого можно будет уже как минимум отталкиваться. Поэтому, конечно, однозначного ответа здесь на такой вопрос быть не может. Еще вопросы? Не обязательно, потому что я сейчас рассказываю, повторяюсь, мы можем охватывать любые вопросы по теме вообще рекламы в Директе, в частности, и можно даже уже и не только в Директе. Да, да. Абсолютно. Все, что я сейчас вам показал, заключением самой рекламы в Директе, это да. Директе тоже платный сервис? Да. Ну, как, сам сервис бесплатный, мы платим за рекламу. То есть мы платим за показы, если речь идет о медийных форматах, либо за клики, если речь идет о уже непосредственно объявлениях. Я попробую сейчас сходу прямо показать, чтобы было понятно, о чем идет речь. Все сервисы сами по себе бесплатные, за исключением непосредственно оплаты самих кликов. Допустим, вот купить пылесос, например. То есть вот это у нас выдача рекламная поисковая. Вот эти вот надписи рекламы говорят, что это рекламные текстовые графические объявления, как раз вот о которых я только что рассказывал. И они размещаются в поиске прямо сразу после запроса пользователя. Здесь вот есть еще блок с Яндекс.Маркетом, а вот тот самый блок, который называется у нас баннер на поиске. Вот здесь в данном случае он есть. Вот так он выглядит. И рекламодатель платит не за пользование этими сервисами. Все сервисы абсолютно бесплатные. Надо только научиться ими пользоваться, что, собственно, мы предлагаем на наших курсах, у нас по всем этим инструментам есть занятие. Но платить приходится уже непосредственно либо за клики, то есть если пользователь выбрал ваше рекламное объявление и кликнул по нему, я сейчас не буду это делать, иначе деньги спишутся с этого рекламодателя, это будет некрасиво, неэтично и так далее. Но то же самое произойдет, если пользователь кликнет по объявлению маркета. И для баннеров, кстати говоря, в Яндексе они очень-очень активно пиарят. Это действительно, правда, хорошая вещь. Для баннеров, для которых модель называется CPM, как я сказал, то есть оплата за показ. То есть для баннера списываются деньги не за то, что мы кликнули по нему, поскольку эффективность баннера определяется в первую очередь не этим, а за то, что он показался. Так вот Яндекс списывает показ баннера только тогда, когда более 50% баннера появилось в экране пользователя более чем на 2 секунды, по-моему, там у них есть учет. То есть если человек остался в рамках вот этого окна, то есть до баннера не докрутил, то мы ничего вообще не платим. То есть мы заплатим только тогда, когда больше 50% баннера появилось, появились в окне и провисели не меньше 2 секунд. Рекламируют они это потому, что у большинства других медийных систем, у них значительно более слабые требования к зачету показа, что действительно делает честь Яндекса. Так что если у вас какой-то бизнес, и вы собираетесь рекламировать соответственно какие-то товары или услуги, то воспользовавшись вот этими инструментами Яндекса, вы можете охватить все маркетинговые механизмы, то есть и формирование спроса, и формирование узнаваемости, и реклама бренда, и соответственно привлечение уже клиентов к себе на сайт. Кстати, у Директа есть еще и приятный бонус, есть ряд рекламодателей, которые, допустим, еще сайт не сделали, у них сайт еще в стадии разработки, а товары уже есть, и они уже готовы их предлагать, продавать. У Директа есть так называемая визитка, которую можно прямо непосредственно в рекламной кампании при создании заполнить, и в итоге вы можете, даже не имея интернет-ресурса, вести рекламу в Директе, то есть все то же самое будет, ваши объявления будут показываться пользователям, единственное, при клике по объявлению люди будут приходить не к вам на сайт, они будут приходить на сервис Яндекса, где будет ваша визитка со всей информацией о вашей организации, о ваших контактах, телефонах, факсах, пейджерах, описании ваших услуг и так далее, и пользователь так или иначе сможет провзаимодействовать с вами непосредственно через визитку. То есть даже те, у кого нет сайта, будут работать с Директом, а Баннер и вовсе не требует в первую очередь перехода на сайт в обязательном порядке, поэтому здесь вообще ограничений нет. Скажите еще, пожалуйста, по поводу сервис аудитория, если мы для локации выберем, скажем, район, Каданский или Некрот-Каданский, то есть получается баня наш не будет показываться, если будет, скажем, на Кузьминках открывать, перспектив, то есть идея тут такая, здесь по сути получается это не таргетинг прямо на эту аудиторию, а мы можем создать аудиторию, которая постоянно находится в этом радиусе, бывает в этом радиусе или случайно заехали в этот радиус, там есть... А просто человек с мобильником зашел примерно, да, по его IP, по базовым станциям, по целому ряду инструментов, в основном это гео-IP инструменты, конечно, но и другие все тоже собираются в кучу, у него, у этого инструмента есть погрешность, несомненно, то есть, грубо говоря, человек, который баражирует где-то на границе этой окружности, он может то попадать, то не попадать в этот сегмент, поэтому, как правило, всегда рекомендуется, если вы используете вот полигоны или радиусы, всегда немножко шире охватывать, вот допустим, здесь я вижу, люди хотели захватить пользователей этого дома, ну, жителей дома, вот так красиво они его обвели, этот дом, это, конечно, здорово, но на самом деле это может, ну, вы можете тупо, человек вышел с собакой с крыльца, да, и вы его уже не видите, да, то есть все-таки, наверное, надо охватывать несколько больше всегда, особенно это касается радиуса, он особенно ненадежно работает, особенно если это GPS-определение или определение по мобильным станциям, оно может там давать разброс плюс-минус 300 метров или даже больше, поэтому всегда надо чуть брать больше, но создав аудиторию, кто постоянно в этом радиусе бывает или кто бывает случайно, там есть возможность выбрать эти условия, вы эту аудиторию, собственно говоря, создаете через этот сервис, затем вы в условиях ретаргетинга или подбора аудитории, сегмента аудитории, создаете новые условия для показа, то есть вы просто выбираете эту аудиторию, она у вас здесь появится в списках, у меня сейчас их тут просто нету, но она подключится после того, как вы ее тут создадите, и с этого момента вы можете вот на эту, на это условие ретаргетинга создавать, например, корректировки, то есть, допустим, если речь идет о тех же компаниях текстово-графического характера, как я уже показывал раньше, мы можем в корректировках на эту аудиторию, то есть вот выбрать ее, это все, кто посетили мой сайт, допустим, и при этом они уже ушли, давно на нем не были, может быть, но они все равно помечены, они в эту аудиторию вошли, для них я могу взять, допустим, увеличить ставку на тысячу процентов, предположим. Сюда я могу сделать что? Я могу ставку для всех выставить, допустим, рубль, грубо говоря, а всем остальным будет ставка тысячи рублей. и таким образом всем, кто не находится внутри этого радиуса, показы теоретически тоже могут быть, но только по очень маленькой ставке, а это значит, на самом деле можно не рубль поставить, там есть минимальные ставки, для большинства места размещения это либо 90 копеек, там выставить какую-то совсем маленькую ставку, для них показы теоретически тоже будут, но они будут по очень маленькой цене, это значит, мы будем показываться очень-очень низко где-то в поиске и скорее всего по ним никто кликать не будет, то есть мы почти не потратим бюджета на это, а вот для всех, кто находится именно в этом радиусе, ставка будет достаточной и мы для них, для всех покажем наше объявление. Вот сейчас в настоящий момент, во всяком случае в Директе такая схема по вот этим аудиториям. А как вот если имеешь Яндекс.Метрию, там нужно что-то в Метке делать, чтобы как-то ну создать сегменты? Конечно, конечно, ну вот я сейчас пытался это как раз показать на примере того, что мы выбираем там массу каких-то ну факторов, допустим, я выбираю откуда люди приходят, это Яндекс.Директ, я хочу создать сегмент пользователей, кто приходили ко мне из Директа, или я соответственно применить, плюс, или я хочу еще отобрать людей, у которых там какие-то характеристики, допустим, пол, например, мужской, допустим, ну и так далее, здесь этих условий можно задавать почти неограниченное количество, исходя из этого, задавая вот эти вот характеристики, я могу собрать аудиторию только мужчин, только из нужного мне региона, только которые приходили из Директа, только те, которые заходили на страницу такую-то или в раздел такой-то, и только те, которые пробовали у меня на сайте не меньше, допустим, полутора минут, то есть вот любые варианты, тут очень большое количество вот условий, которые мы можем, можем тех, кто приходили с ПК, с мобильников отдельно создать аудиторию, и на каждую из этих аудиторий сформировать, по сути дела, разные рекламные предложения. А как привязать именно ту аудиторию, которую мы настроили в Яндекс. Аудиторию? А вот мы ее, собственно говоря, здесь создаем, вот тут она потом сохранить как, мы ее сохраняем, все, с этого момента эта аудитория у нас вот здесь появляется как сегмент метрики, вот они. То есть я ее просто выбираю вот пользователи, которые отказные китайцы, ну, были такие посетители, они мешали, мы их хотели наоборот убрать, допустим, или наоборот целевые пользователи, те, мужчины, 25-44 из миллионников собрали и потом на них сделали. А можно так же исключать тех, кого не хочет? Вот, собственно говоря, я и показал примеры отказные китайцы, да. То есть для них только вы будете выбирать вариант не увеличить, а наоборот уменьшить. Вот так, все. коллеги на вебинаре, спасибо за вопросы, на сегодня наше занятие завершается, спасибо за все, всем, кто пришел к нам сегодня. На этом все, благодарю вас, ждем на других наших семинарах, готовьте вопросы, приглашаем всех на наши курсы, кто, кого, что заинтересовало, курсы по метрике, по контекстной рекламе, по SEO, по аналитике, добро пожаловать. Благодарим всех, всего доброго, до свидания. Спасибо вам, коллеги, что пришли. Да, мало, у нас небольшое время выделено на это, да, я согласен, хорошо бы проводить, я говорю, многочасовые, здесь нужны мероприятия, но семинар не предполагает такого формата, поэтому приходите на другие семинары, готовьте сразу вопросы, я могу меньше показывать, больше отвечать на вопросы. удачи, Удачи. Удачи.